всем привет друзья вы на канале Бухай ТВ и не будем говорить в гостях уже как у себя дома раз босс и сидит значит дома помнишь я тебе говорил за ром от АБК Днепр тебе понравилась бутылочка помнишь ты смотрел но ты его не пил получается я тогда сам 05 рома и так открыл мне он хорошо зашел не хорошо зашел а батя как раз киви был и мне зашел очень хорошо большое спасибо друзья АБК Днепр за посылочку друзья кто хочет заказать недорогой и очень вкусный ром вернее ромовый напиток капитан Морган Голд это тоже ромовый напиток вот так что ссылочка внизу в описании такого ящик рома заказать не на лето хватит с головой и будет недорого ну давай ты я уже обозревал эту бутылочку что скажешь написано Билли Бонс это типа по сказкам я не помню как мне кто-то писал как называется это произведение бутылка бутылка в стиле рома такая удобная кубинцы идут они грюмками не пьют они идут кто-то что-то глотнул и все они но они либо стаканами пьют этот пьют или просто передают бутылку потому что чтобы никто не видел что по бутылке написано Билли Бонс нарисована такая голова ну этого как говорится капитана-пират ну видишь в шляпе как говорится капитан капитанки я этот не якорь нарисованный штурвал да карабель нарисован на волнах и хорошая бутылочка по крепости по крепости если не ошибаюсь так объем 05 35 оборотов нормально для рома это нормально хорошая бутылка спасибо большое Бокоднепр вот кто-то немного говорил что это ром плохой на закуску друзья у нас яблочко сегодня мы не готовились к видосу а если готовились то у нас как бы закуска вся она откроется и так просто хотел этот козыречек снять а получается размотало открутилось нормально просто хотел вот этот пленку снять видишь пленочка не снялась воним вонименько приятненько пахнет мягенько пахнет да это не настоящий ром я не говорю что это настоящий ром правильно говорю мы же говорим мы сразу в начале видео сказали что это ромовый напиток мы же не сказали что это ром но за свои деньги он реально топовый по цвету он имеет золотистый цвет имеет золотистый цвет что еще надо и главное вот вот закрутилось закрылась все так положено да я хотел этого фантик снять а у меня получается это открылась и фантик что-то не оторвался ну бывает друзья это бывает с бутылками бывает запах как слышим да ну давай как говорили пираты а как говорили пираты никто не знает с тех времен никого не осталось так они говорили так и так они и говорили с тех времен шестнадцатый и семнадцатый век там пираты плавали кто-то знает что вы говорите это я скажу честно я не любите рома не любите рома но он не сладкий залить имеет такую дубовую нотку немножко ванильную нотку имеет немножко такая небольшая как кофейная нотка присутствует не хорошо вот именно под яблочко под яблочко а если а я когда пью друзья под пиццу когда этот ром на ручку взял себе пиццу я рюмочку выпиваю кусочек пиццы беру вообще наслаждение потом еще с кока-колой смешал а мы друзья с кока-колой мы еще смешаем это мы как говорится только начали только начали я скажу так я скажу так это один из немногих ромов который мне реально понравился он и недорогой да это не это не совсем ром это ромовый напиток ну видос будет называться билли бонс ром кто-то напишет скажет что типа ты повторяешься этот у тебя напиток был я не для себя этот напиток как говорится дегустирую я дегустирую я попросил оба к дне они мне прислали бутылочку этого рома еще чтоб попробовал батя потому что я тогда хотел попробовать этот ром но у нас тогда не получилось вот как-то так надо мне будет его в академ вина попросить чтоб прислали не кстати минул такую обогмеляться и вообще прелесть с кислинкой я помню что-то так что-то как-то перебрал так день-четва так хорошо перебрал думаю были будет этот отходничок будет я открываю бутылку сухаря ну без сухого вина наливая стакан выпил пошел полежал подремал просыпаюсь думаю надо ну нормально такое состояние давали но на думаю надо еще я один стакан у то налил я же никогда не пришелся расскажу так как но есть один стакан налью выпил второй пошел полежал и вечером еще этот стакан налью короче этот ну и нормально короче этот пропустили вот так что вот бутылку вина выпил вот как-то так как говорится за синее море яблоко вкусно и на то что надо яблоко щетинкой да 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 я как раз я не люблю яблоки сладкие на почему всегда берем яблоко антоновка она любителя снова же что яблоко антоновка это полнейшая просто то когда она вызревает данная вкусная более не то она это мало найдешь нормальной чтобы она сочная была в основном это становится сухая никакая но их много видов да их много видов да из белого антоновка есть этот антоновка это самый лучший этот айдаричи как-то так грант вот эти сорта яблок хороших которые в магазинах они реально кисленькие реально вкусненькие что давай мы выпили давай по чуть-чуть смешаем этот 750 грамм думаю эксперимент проведу ну и так выпью колы сегодня взял литр 200 литр 200 надо брать больше все-таки как-то кока-кола такой напиток что вот как-то разлетается быстро на него можно подсесть да кстати то я зимой одно время и не зимой весной одно время каждый день полторушку колу выпивал вот если подсели он не вот литрушка у него что была кока-колу это еще ладно на колу подсесть это говорится кока кокаин ну поначалу типа говорят что эти типа какие-то добавлялись кокаиновые эти мы не пропагандируем друзья говорим сразу наркотики и все остальное я думаю там вот кокаина название вот поначалу типа как врач который этот и сделано кстати для желудка полезная была сейчас наоборот все говорят что для желудка вредно да давай сделай чтобы укресе технологии менялись этой кока-колы вот и очень надо вот 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 так по 100 грамм налили ром чека вот мы давай в один объем не будет за с водой разливаться не будем будем воду корректировать а вы не сколько делаем колу на школу мало можно было и больше сделать но но батя любите чуть-чуть покрепче люблю чуть-чуть покрепче нет это лимончик был поле марок это было но я не пойду за римона скажу честно мы записываем мы записываем видос сейчас ночью записываю ночью либо вечером потому что днем и этот соседи у меня хороший к постоянно стоит делать делать какой-то ремонт по сверлят то бывает в час ночи ляпают что-то там что можно молотком час ночи ляпать то что вот на работе не куба либра не куба либра и не как говорится не мохито просто говорится холодненький ром принципе холодненькая кола вот вот знаешь хорошо сделали нурок чувствуется в колы не забивается и вот таких скажу честно стаканчика три-четыре этот будет нормально сочувствовать это ёж сам ты ёж-то ёж уже получается че-то ёж получается вот это вот это вот это и есть этот ёж и понимаешь в чем дело по человек этого тела такого потихонечку трубочку взял не ёж это это водка с пивом я не я я тебе в другом смысле говорю этого понимаешь вот если какого-то студенты решили этого не доставали до травы что статьи в трёх местах решили напиться как как напиться одна бутылка водки а 10 человек или какого-то первый лечился менчиков его лечит вот миску большую хлеб но это 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 не стрессе скажу честно я был студентом у меня не всегда были это раз или или то есть пробками пьют такого по чуть-чуть такого это тоже обвалит когда у меня деньги были всегда кто кто в студенческие годы умеет чуть-чуть головой работать то деньги всегда вот и я в те годы пил балтику семью купил и этот и пивас постоянно потягивал и пицца хава подожди и этот и шампанское пью постоянно было этот как бы я не знаю некоторые плачут жалуются ну я не знаю вагоны стояли выгружать было было некому пожалуйста работать до работы и и ящики было и с пивом и с водкой выгружали работы ночью вагоны пришли зато а простой вагона стоит очень много дорого за да да потому что смотри от стойни где такие стоят вагоны это тоже как бы время тоже там территория не бесконечная говорится место сложные пути закрываются какие-то стоит а там у них кто-то железнодорожник я не знаю вот как бы это этот ну тоже как бы да это большие деньги это больше чё я разрушал вагоны свое время я не отрицаю этого было дело я разрушал вагоны ночью ездили разрушали вагоны и нормально и никто не жаловался никто не приходит вот ребята посуд не даю посуде деньги были большие посуды да там надо было ночь конечно пахать как положено ну что рублей по тем временем советских что рублей это были большие деньги конечно конечно ей помнил и я и фуру сахара разрушал с одним гражданином было я помню я себе сидел что-то бабок не было как-то это был в 2020 до 2023 год звонит я не надо говорить фуру сахара разрузим я говорю ну у меня денег нет автобусы что-то а была пандемия была пандемия этот автобус автобусы не ходили а на такси нету бабка не вызывает такси я доезжаю короче он рассчитывается за такси короче меня мы короче этот с ним разрузили ту фуру сахара это палочки китайские если да не какие-то китайские ты имея ничего не возьмешь а ты погнуться я шутку если хочешь китайские вам принести мне есть набор не пить можно и так и так ты любишь польша когда лица этот по классике даже это получается укуса совсем другую как девочки не вот работа всегда можно вагоны было разрушать лесной можно было горлоды перекапывать вот кто умею копать быстро и хорошо как я например я копал было делать а что пришел с 6 соток перекопал заранее за цену договорился где не получил там 6 соток за день перекопал то что вот раньше в те времена цементе возили вот такие были вагоны ты пуншу высыпал а то пришло два вагона по 50 килограмм цементе по ними а 1200 мешков вагон ну да да еще двести я в 1200 миллиметров еще двести я в 120 рублей какие были здоровые ну да не я тебе скажу честно я сахар грузилась сажал под потолок даже выше в 12 летом я закидывал мешки сахара даже так брал уже был сильный молодой красивый вот так даже брал сахар такой закидывал такой вот так брал закидывал наверх такой мешки сахаром а ведь я слажал получается я с армии с армии с армии пришел а на нашем заводе 25 но магазин открыли алина павловна была директором магазина и надо было фуру сахара выгодить прислали 10 человек один год ушел 2 ушел не морщила петина понимаете остается три человека я ребята выговорю мешки подносите мне на плечо кидать а я внуки но я пришла никого нету эти уже все ушли бросили не захотели ни денег ничего не захотели они вот ели тянут я эту мешок тоже бог вы другая позиция мне кидают она стала вот это да вот это человек работой но она им тогда им по 25 рублей дала мне дала 100 рублей в бутылке водки и пакет продуктов она мне с тех пор уже начало и когда я захожу к ней на кричит мы с колей ну с водой у нас как говорится этот заходим говорим давайте поправку кипа поравняем и делки на воду что она она нас меня не особенно уважайте на все надо даже человек человек очень молодец она хорошими людьми умеет работать ну да не а вы получается как фура сахара фура поделена на четыре части ну я типа этот я говорю ну давай я буду носить вот этот я давайте мешки носить бух-бух-бух на четыре части одну половину вниз ведь я короче этот увидите подавал а мне скажу честно мне подавать мишки них проще носить и слаживающие они сша подавать а ведь и наоборот не может носить я короче этот я завез одну секцию еще третью секцию вынес я говорю давай чуть-чуть подошу подай попадаю он не что-то подав может ну мешков 15 может подал и что-то он я лежу типа не я не я ему подам и школ 15 типа я уже все вот уже не могу я говорю давай мне я так я еще и четвертую сердце получается вынесут мне типа то типа как ты типа я вот я говорю только уже разыгрался вот не такое тоже я только чем больше нравится работу тем аппетит на волю в этом шоу лишь мне было уколы каник рома больше у тебя меньше пришел мы хорошо вот давайте друзья так говорили пираты как они говорили никто не знает да никто не не хочет логически шестнадцатый век кто-то словами а мне было тоже раньше был пионерский лагерь перейдем до восход там и восходе сахара был мастер сахар уже нет и вот включили ромки привозят вот машину колодирский машину цемента насыпи на нас тут такой загруз ну кто сделать это то что 15 разливают заливал и так говорю я выгружу домой хорошо я Машина подъехала, раз, цепь, ну, пятак поднял, я залез, лопатой сгрегл, все, пыль уколетит. Ну да, цемент он сам по себе пыли создает. Уколетит, я все сделал, все сделал, говорю, мыло давай мне, хозяйственное мыло, полотенце. А как ты купаешься в водах? Я пошел, голову намылил, он был как бы здоровым, намылился, мостик там раз заходил, вымылся, все. А у него сюда была, это же Анатолий Иванович Сахаров, у него банка стояла самогона, я захожу, я знал ее тогда, что я был здоров, сахарами пили, наливать мне стакан. Ты по столу деля, поэтому видео может остановиться. Колбасу режет, там этого сала, закуски, я стаканчик шить, закус, ну что, еще один, я очень налью, так и товар, второй, третий. И на столовку пошел, все, нам тут 30 копеек от пересопов доехать, ну давай-то, 30 копеек надо ехать. Сажу, честно, Ром, такой, знаете, общительный разговор, и еда не надо, как говорится, вот. Я пока порезал, и еда не надо. И лучше сидра. Нет, сидра, что-то изжога после дневного времени. Нет, лучше сидра, понимаешь, вот сидр, это вот не каждому человеку. Ну сидра сейчас химозный, давай начнем с этого. Сидра сейчас натурального нету, сейчас и киви, и все, это краски, то есть все химоза. Давай. Раньше огласит 54 копейки стою, вот он настоящий огласит. Идеальный, Ром, попробуй мой. Нет. Не, не, мой лучше, намного лучше. Можно, говорится, этот, убийца, убийца капитана называется, Ром. Что сказать, давай, вот отставим оценку этому Рому. Цена небольшая, даже он не стоит 200 гривен, это не Ром, а Ромовый напиток. Кто-то скажет, что тут много всяких добавок, да, тут присутствует много чего интересного. Кот какие добавки можно, конечно, и убрать это. Ну, давай так, я ставлю этому Рому, этому Рому, хороших 9 баллов, он недорогой, это не пик Ромового искусства, да. Но это хорошая тема. Вот, если молодежи, видите, коррекция. Вот, я успел сказать, коррекция, поймать бутылку дальше. Вот, подожди, подожди, ну, молодежи куда-то там по 150 гривен за бутылку, взять ящик, взять ящик, взять сумки-холодильники. Ром можно не охлаждать, а охладать Ку-Ку-Ку-Ку. Ну, конечно, или лед, чтобы лед был, да. И на природе, например, выпивать, это очень хорошая тема. Общительно, и закуска не надо. А если будет закуска, какой-то шашлычок, колбаска-валбаска, вообще хорошо будет. Ты пьешь, общаешься, как бы, знаешь, стоишь, общаешься с человеком. Водочка-водочка.